Пожалуйста, хватит! Глава ВАДА попросил власти России остановить хакеров. Агентство считает, что секретные базы данных взламывают именно наши IT-специалисты. Но вот только откуда такие данные? Где вообще доказательства, что в новом допинговом скандале есть русский след? ВАДА не сомневается, что эти атаки идут в отместку за доклады независимых комиссий Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, разоблачавших поддерживаемым государством систему допинга в России. Мы осуждаем эту преступную деятельность и просим российские власти сделать все, чтобы остановить это. ВАДА вывели на чистую воду, но виноватой оказалась Россия. Нас обвинили без суда и следствия. Международные функционеры делают вид, что ничего противозаконного не совершили. Ну, подумаешь, разрешили спортсменам употреблять психостимуляторы и наркотики. Что в этом вообще такого? Другое дело, как хакеры посмели вообще взломать базу данных. За их действия, похоже, будет отвечать теперь Москва. Ведь ВАДА уже заявили, что атаки серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления антидопинговой программы России. ВАДА начали угрожать России после второй порции разоблачения от группы хакеров Fancy Beers. Они рассекретили имена 25 атлетов из 8 стран, которые употребляли допинг. И делали это, естественно, с разрешения ВАДА. Антидопинговое агентство уже подтвердило подлинность этих данных. Всего в новой порции опубликованных документов значатся фамилии 10 американских спортсменов, 5 британцев, 5 немцев, по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. 14 из этого списка олимпийские медалисты, в том числе и наш боксер, серебряный призер Рио Миша Алоян. И здесь сразу встает вопрос, а хакеры-то точно из России? Отдельно остановимся на Алояне. Взломщики уверяют, что его допинг-проба дала положительный результат на вещество туаминогептана. Обычно это вещество входит в состав препаратов против насморка. В тренерском штабе Алояна уже заявили, перед стартами боксер приболел, медики выписали ему спрей от простуды и принимал он его только тогда. Официальных документов о том, что было обнаружено в пробе Алояна, его представители пока не получили. Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал. Это вообще мой принцип жизненный. Это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более, когда олимпийские игры на носу. Это не имеет никакого смысла. Надо быть дураком, чтобы это сделать. Вот просто для сравнения. Наш спортсмен принимает спред насморк, а другие, например, американские атлеты сидят на амфетаминах и психостимуляторах. Всемирно известные американские спортсмены, такие как Сирена Уильямса и Симону Байлс, признались, что с разрешения ВАДА действительно принимали препараты, запрещенные для всех остальных. Откуда такая исключительность? Облажки спортсмены объяснили просто. Они серьезно больны. О чем конкретно неизвестно. При этом загадочные болезни американских спортсменов сделали их олимпийскими чемпионами.